Распределение энергетики в паре. Женщины, с одной стороны, не приспособлены для работы в мужском мире. Если она достигает успеха, она реализует больше мужскую программу, женская гормональная система разрушается за три года. С другой стороны, женщина не может быть тотально зависима от мужчины, потому что разводы столь же частное явление, как и ранние браки. Поэтому я бы распределял это как? На мой взгляд, у женщины должна быть своя работа, которая обеспечивает базовые потребности, скажем так. То есть она может и как бы вроде бы должна позволить себе снять квартиру, обеспечить себя едой, одеждой и чем-то еще. Для этого нужна работа, нужна образование, и нужна определенная степень реализации во внешнем мире. Но если на это тратить больше, чем процентов где-то 40 своих усилий, то вы уже плавно, постепенно превращаетесь в мужика. И раньше говорили вы мужика с сиськами, теперь говорят мужика в юбке. Почему? Да потому что грудная железа тоже зависима от гормонального фона. Опустили гормональный фон, все вторичные половые признаки. Извини, но мы тебя покидаем. Вплоть, кстати, до выпадения волос. Но это уж совсем жесткая тема. То есть да, на старте, когда он 20 лет, вы можете вкладывать и значительное усилие, но потом... То есть меньше половины времени женщина посвящает своей работе и больше половины времени она посвящает взаимодействию с мужчиной. Но при этом она ясно понимает, что взаимодействие идет в паре. Поэтому количество мужчин и женщин на этой планете примерно 50 на 50, там плюс-минус пара процентов на уравновешивание. И с точки зрения мужчины, если он думает, что я могу 100 процентов вложить в карьеру, в бизнес, я там буду крутым и богатым, нет. В карьеру, в бизнес можно вкладывать процентов, опять же, процентов 60 своего времени, процентов 40 нужно вкладывать в отношения, в развитие энергетики, в то, что вам даст плоды не здесь и сейчас, а не через год, а через 10 и более лет. То есть вкладывать в будущее, в свое, в пары, в детей. При таком раскладе крах текущего бизнеса, да, это неприятно, но опять же, у вас есть более далеко идущие проекты, вы можете себя успокоить. У вас есть какие-то заработанные навыки взаимодействия с окружающим миром другого типа, то есть если вы взаимодействовали с чем-то, кроме непосредственно работы, то у вас есть знания, навыки, связи. Вы построите что-то другое, а далеко ведь не все это могут сделать. И в эти же, допустим, 40 процентов входит взаимодействие с женщин, то есть вы не можете сказать, что все, дорогая, ты там готовишь борщи, а я пошел зарабатывать деньги. Если между вами рвется контакт, вы уже не пара, если нет достаточной степени энергообмена, женщина чахнет, а потом чахнете вы. Вот и все. Если широко раскладывать, то процент пересечения он должен быть как раз не меньше 40, то есть он может быть и до 100 в определенный момент, но даже в быту, даже в будни не меньше 40 процентов внимания. Можете сказать, что так не бывает, но почему не бывает? Допустим, вот я вот сижу, мобильник есть. Я там раз в день, допустим, скидываю ей какую-нибудь историю. Вот допустим, вот этот вот пейзаж ей скинул. Взаимодействие, взаимодействие. Вот там в обеденном перерыве две смс-ки друг другу скинули, там сообщения там, тему какую-нибудь обсудили. Взаимодействие, взаимодействие. И опять же, я говорю про энергетику. Энергетика и время, они, конечно, взаимодействуют, но не обязательно. Это скорее объем внимания. Не в длительность, а именно объем, глубина, качество. И опять же, все любые проценты, это очень-очень в общих чертах ситуации. Есть сотни разных, когда эти проценты вы просто выбрасываете, говорите, живем как оно идет.